Всем привет друзья! Это моя новая покупка SYNC Tool Master и я покупаю у официального дистрибьютора в нашей стране. И мне дали хорошую скидку, поэтому я оставлю ссылку на их сайт в описании. Заходите, посмотрите и если нужно покупайте. Почему я купил именно профессиональный диагностический инструмент? Потому что на моем автомобиле есть амбиент подсветка 64 цвета, я хочу кодировать на Pro версию, но для того чтобы кодировать на Pro версию нужно обновить блоки и обновить блоки только возможно у официального дилера, тем более что я всегда снимаю для вас видео и хочу иметь вот такое устройство, чтобы все делать сам, 10 дюйм переходники для старых автомобилей переходники для вторых автомобилей переходники просто обеда 2 И здесь есть тоже LAN переходник для программирования BMW F и G серии, чтобы записать прошивку через протокол ДУАЙПИ. Уже подключается через LAN адаптер. Nissan Mitsubishi, для старых Nissan и старых Mitsubishi это для программирования BMW. Есть подписка на 2 года, но это у вас полная программа на 2 года, то есть можете все делать. После 2 года выходит новая программа. Вы можете продлить подписку, но можете не продлить и использовать дальше ваше устройство. И так же ваше устройство неправильно говорится? Да, можно использовать, но онлайн программирование функций не будет. А всякие диагностики, считать ошибки, стереть ошибки специальной функции, адаптации, калибровки, все будет работать. Только онлайн программирование? Только новые обновления не будет в программных обеспечениях и онлайн обновления не будет работать. Будем сейчас активировать. Доступно на разных языках. Подключаемся к интернету. Нужно зарегистрироваться, да? Да, нужно регистрировать. Сейчас будем обновлять все программные обеспечения. Дадим нажатием кнопки, все обновляется автоматически. Друзья, значит здесь пусть идет обновление, а мы покажем уже в готовом устройстве. Значит по-быстрому диагностирование, интеллектуальное диагностирование, быстрая проверка, обслуживание, здесь 35 пунктов обслуживания. Здесь все есть, эжектор, там эмболайзер, отблю, тормоза. В общем, потом я это постепенно все подробно я вам покажу. Здесь также сзади есть место разъема, вот, сейчас покажу. Но еще что можно подключить через... Принтер можно поставить этот свет. Все через суда, да. Здесь уже полный список автомобилей, которые работают онлайн программирование и кодирование. Да, онлайн программирование и кодирование. И кодирование, да. Этот USB порт для подключения во время программирования обязательно надо подключить через USB кабель. Чтобы связь стабильной была. Так, давайте подключимся. Все, подключим. Вот, ВИН-код считал, правильнее, да, правильнее. Этот условие подключить в стабильную зарядную. Послужить зарядное устройство? Да, да, чтобы стабильно было. Здесь спрашивает на новой версии. Улучшенная версия. Этот, чтобы видели все кодировки и специальные функции были. А базовая версия, просто можно ошибки считать. Улучшенная версия. Сейчас улучшенная версия. Да, этот содержит специальные функции. Модификатор, правильно, окей. Зажигание включено. Включено. Да. Сейчас уже, да, сканирование систем идет. Можно сделать этот короткий тест и выбор системы уже. Если короткий тест сидит, уже все системы будут показываться ошибками. Нажми на тормоз. А то сейчас батарея умрет. Так, вот есть ошибка по подсветке. Даже несколько ошибок. И блок управления. Я потом сделаю видео. Покажу, что же, что за ошибка там. Я это все покажу. В первых надо входить на блок управления. Вот, программированный блок управления. Этот будет делать программирование. А этот уже сцена кодирования. Этот вариант не кодирование. Этот на XM3 или DAS. Который называется дальний для разработчика. Этот меню. А этот онлайн кодирование через V-Doc записывает его кодирование. По спецификации автомобиля. Ты сейчас вариантное нажал? Да, сейчас нажал вариантное кодирование. Вот, этот уже на DAS или XM3. Понятно. Вот. Здесь можно выключить. Можно включить. Можно включить. Да. Даже кодировку сохранить и переместить на другой автомобиль. Так тоже можно. Этот уже будет спрашивать автоматически или ручной. Во-первых, если кодирование надо сделать правильно. Нужно делать бэкап. Да. Бэкап. Разверное кодирование сделать. А потом кодирование сделать. Да. Обязательно. Не так же вернуть всё. Да. Бэкап. Да. Я тоже всегда, друзья, в видео говорю. Сохраните кодировку, чтобы если что вернуть всё обратно. Вот. Спрашивает, какая версия сейчас и какая есть. Обязательно. Он, во-первых, спрашивает или автоматически или ручной. Ага. Если у тебя есть номер прошивки, можно и мануал вывести. Найти, да. По номеру. По номеру. Если автоматически он спрашивает, старый блок управления есть или нет. Если нет, он всё от сервера найдёт, какой прошивка пойдёт. Здесь записью, что стабильным напряжением должен быть. И по USB кабелю должен подключиться. Ага. Сейчас не будем. Да, да. Да, естественно, да. Потому что через Bluetooth сейчас подключен. Да. Сейчас через сервер он уже нашёл, какой версия подходит. И этот прошивка сейчас скачивает. Скачивает прошивку, да. Вот. Номер этот. Блок управления. Сейчас стоит актуальная версия. Этот. Новая версия. Этот. Нужно запись. Понятно. Нет. Нажимаем нет. Выходим из меню. Но. Выключаем устройство. Собираем. Выходить. Окей. 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 И здесь есть меню интернет. На minha меню у меня есть наentsийones. И здесь есть меню Intel startup, который в смысл. Взятый тоже из DAS-экцентра. Здесь можно войти и когда новый блок управления поставлен, все по шагам сделает. Программирование, S-encодирование, санкодирование, Drive Authorization, инициализация, персонализация. Все будет оттуда сделаем. Если мы хотим просто искать кодирование, то сейчас кодируем 211 кузов и моторник. Сейчас онлайн считает искать кодирование и все. Закончил. Кодирование сделано. Здесь и по списке можно видеть блок управления. Все друзья, все ссылки оставлю в описании. Всем спасибо и удачи на дорогах!